МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа о том, как сделать жизнь комфортной, а сферу ЖКХ понятной и доступной. Вы смотрите «Ты, собственник» в студии Александра Гришаков. Здравствуйте. Новый штраф. Запихнули по всей стране и сказали, не будете в нее правильно заносить данные, мы будем вас штрафовать. С какими новинками столкнутся собственники в 2018-м? Управляющие компании будут платить штраф за неразмещение информации в ГИС ЖКХ. Они называют новую норму вторым налогом для собственников, ведь других денег, кроме наших платежей, у них нет. А правильно исполнять обязанности пока не получается. Система не работает. Моя коллега Любовь Болдырева разбиралась в ситуации. ГИС ЖКХ для нее теперь работа, причем не из легких. Светлану Танушеву позвали в управляющую компанию. Пришлось открыть новую ставку специалиста, который вносит данные в ГИС ЖКХ. Договоры, акты, лицевые счета. Но трудности даже не в объеме работы, а в том, что эта электронная система далека от совершенства. Площади квартир, по данным Росреестра, и 30 не совпадают. А порой уже внесенная информация с сайта пропадает. Приходится постоянно звонить в Москву, в службу техподдержки. Они обычно начинают растягивать ответы на вопросы. Пришлите один скрин, пришлите второй скрин. Делать скрины на каждую информацию, что мы вносим, невозможно. Это просто нереально. Много будет уходить времени. Сутками и так сидим все время. Заносим информацию. Эксперты считают, что ГИС ЖКХ пробуксовывает, потому что не было пилотного проекта. Систему надо было обкатать в одном регионе и только потом вводить по всей стране. Тем более, что в нее включили не только УКА и ТСЖ, но и ресурсоснабжающие организации, муниципалитеты, жилищную инспекцию, банки. Прокуратуры туда же подключены, у них там свободный доступ, прочее, прочее, прочее. Запихнули по всей стране и сказали, не будете в нее правильно заносить данные, мы будем вас штрафовать. Очень приятно. Но вы тогда дайте систему, в которой можно, во-первых, просто разобраться, и чтобы она не влекла дополнительных каких-то расходов. А во-вторых, вы просто наладьте ее. Сладить с ГИСом не может даже жилищная инспекция. У самих проверяющих порой нет доступа к информации на портале. С января они могут штрафовать ТСЖ и УКА, но уверяют, рубить с плеча не будут, пока ограничатся предупреждениями. Из-за сбоев в работе системы, штрафные санкции для управляющих организаций откладывались уже трижды. Но все же самое главное послабление вступило в силу с этого года. Размеры штрафов кратно уменьшились. К примеру, если до 1 января в прежней редакции статьи ответственность для ресурсоснабжающих организаций была прям 200 тысяч за неразмещение информации в ГИС, не от и до, а вот именно 200 тысяч, а для управляющих организаций 30 тысяч, то сегодня такой размер ответственности составляет 5-10 тысяч. Технические сбои и несостыковки данных в ГИС ЖКХ будут еще долго, говорят эксперты. Поэтому управляющим организациям они советуют делать скриншоты, чтобы было реальное доказательство, что система барахлит. Жилищная инспекция постоянно обращается в Минстро и службу техподдержки, чтобы сайт наладили. Но ГИС и ныне там. Но штрафы в ГИС ЖКХ – это только верхушка айсберга. 31 декабря принято изменение в жилищный кодекс. В частности, жилищная инспекция теперь может не только штрафовать управляющие компании за проступки, но и отозвать лицензию. Раньше это мог сделать только суд. Правда, поводы для отстранения еще не опубликовали. С этого года жители перестанут путаться в компаниях. Запрещено выдавать лицензии организациям со схожими названиями. Не секрет, что некоторые фирмы пользовались этим, создавая двойников. К тому же жилищный кодекс определил срок жизни для Совета многоквартирного дома. Теперь активисты избираются на два года. Но есть и автоматическая пролонгация. Госдума уже поделилась планами на весеннюю сессию. Нас ждет еще много нового. В частности, готовятся принять федеральный закон о тишине. В Тюмени, правда, действуют свои нормы. Нельзя шуметь в будние дни с 10 вечера до 8 утра, выходные – до 9, а днем – с часа до 3. К тому же пересмотрят нормы голосования за капремонт. Их хотят ослабить. А вот резиновых квартир станет меньше, если примут норму прописки. По проекту нельзя будет регистрировать родственников, если для них нет лишних квадратов. Планируют пересмотреть и меры воздействия на должников, хотя жилищная инспекция уже сейчас наказывает управляющие компании, если они отключают, например, цвет за долги по отоплению. Много нового нас ждет. Давайте вместе разбираться в сфере ЖКХ. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова